Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас в гостях Женя, он находится в Польше уже более трех лет и сегодня я его пригласила ко мне в офис, чтобы он рассказал историю своего переезда, а также он расскажет нам на каких вакансиях, на каких должностях он смог за эти годы поработать в Польше и какие у него планы на будущее. Женя, привет! Спасибо, что пришел и уделил время. Представься, пожалуйста, еще раз и расскажи, пожалуйста, с чего начался твой путь переезда в Польше. Привет, Алена! Здравствуйте, подписчики! Расскажу, поделюсь своим опытом, как есть на выход. Первый опыт я получил в 2015 году, это было летом. Через людей, знакомых, связался с агенцией здесь в Польше. Тут в этой агенции работала девушка русскоговорящая. Мы с ней договорились. Они нам высолили приглашение в Украину с Польши. Мы им просто подали данные из паспорта. По этим данным им всего хватало сделать документы, чтобы выслать их нам и по этим приглашениям. Мы в визовом центре оформили себе визы и поехали в Польшу. Окей, расскажи, какая это была вакансия? Вакансия заключалась в том, что нужно было на линии разделывать тушки, мясные курятины и индюшатины. Это, короче, пищевое производство. Да, пищевое производство. Скажи, пожалуйста, условия, которые тебе говорили заранее, не соответствовали по приезду? Вот, ну, агентство тебе рассказало, что вот такая вакансия, такая заработная плата. Все ли в итоге оказалось так? Да, все соответствовало словам из уст данного представителя. Все, что обговаривалось, все исполнялось, их условия. Ничего, без воды все было отлично. Окей, скажи, пожалуйста, ну, то есть, как я понимаю, что документ оборот весь, да, то есть, легализация, этим занимается агентство, то есть, относительно работы. Скажи, пожалуйста, вот, ну, пищевое производство, оно, в принципе, многих пугает. Расскажи свой опыт, да, вот, когда ты пришел на работу, то есть, ну, насколько тебе было сложно или наоборот, то есть, сожалел ли ты о чем-то или наоборот считаешь, что это очень хороший опыт для старта? Скажу так, что это не является очень легкой работой, но такая уж тяжелая, каждый может с этим справиться. Я считаю, что все, что придумано, совсем нужно справиться. Изначально были проблемы в том плане, что, как бы, языка не знаешь и спросить кого-то, чтоб тебе подсказали, как правильнее делать. Нужно обращаться к какому-то украинцу, а, как оказалось, украинцы не очень отзывчивые люди. Сейчас? Да. Ну, ничего, справился. Я не считаю, что это было даром потраченное время. Это было такое первое столкновение с языком. Я научился там первым словам. Да, было очень интересно. Я скажу так, что любой опыт, он очень интересный и тем более это был опыт за границей. Кстати, очень многим не нравилось, там, я не знаю почему, но я бы не сказал, что это хорошо. Это очень здорово, что ты смотришь с позитивом на вещи, именно так и нужно относиться к жизни. Скажи, сколько времени ты проработал на пищевом производстве? Восемь месяцев это было первое приглашение полугодичное. Это, мне кажется, на шесть месяцев я их все использовал. Я работал на одной линии, на которой мы разделывали тушки-недушательные. В следующий раз я приехал, мне агенция уже сделала приглашение годовое. Я открыл себе визу и уже пошел на другую линию, на которой разделывали тушки-курятины. В принципе, ничего сложного такого там не было. Просто, в общем, техническая работа. Да, там вы изучаешь один процесс и ты всю дорогу делаешь. Окей, но на самом деле семь месяцев это, в принципе, довольно-таки такой серьезный срок. То есть, если бы это было вообще как-то супер невыносимо, наверное, человек бы не продержался. Семь месяцев, да, то есть полгода. Окей, хорошо. Ты проработал семь месяцев. Что было дальше? Какой у тебя еще есть опыт? Где ты еще работал? У меня друг знакомый, получается, он тоже работал в Польше, просто в другом городе, возле Вроцлава. Мы с ним созванивались, разговаривали. Мы давно с ним дружим, как бы еще где-то с года 2007, наверное, мы с ним вместе работали в Украине. До сих пор общаемся отлично. И он как бы предложил, что может попробовать со своей стороны помочь, чтобы поговорить в агенции, чтобы мне сделали приглашение. И таким образом я приехал к нему. Твоего рекомендация приехал в его агентство, и то есть ты уже с одного агентства поменял на другое? Точно. Окей. И, в общем, от второго агентства ты начал работать на другом производстве? Расскажи поподробнее, что там было, что ты делал, насколько это сложно, не сложно, опять условия соответствовали ли? Все так, как рассказывал, в принципе, тоже без воды, все как по договору было, все условия исполнялись в сроке. То есть я исполнял работу определенное время, когда было указано в договоре, мне выплачивали деньги. Ту сумму, которая была указана в договоре, без каких-либо задержек, все было в пределах нормы. Окей. Это заключалось в том, что нужно было стоять возле такого пресса, который склеивал две половины части между собой. Их надо было в определенном количестве упаковывать в картонный ящик. Производство было по изготовлению деталей до стиральных и посудомоечных машин. Тоже такое интересное было производство, было интересно очень поучаствовать в этом. Но, почему-то он уехал с прошлого предприятия, просто по интересу, что можно было попробовать себя где-то в другом месте, с другими людьми поработать, новый опыт какой-то получить. Куда я уже приехал с каким-то багажом знаний и опыта уже и язык, да? Было немного проще, мог уже общаться в коллективе. Немного люди вполне... Вполне адекватные, да? Да, адекватные. То, что ты там что-то неправильно выговоришь, они тебе могут помочь. Главное здесь общаться с сотрудниками. Они всегда тебе помогут, они тебя научат. Они такие любители научить такие учителя, маленькие учителя. Ну, кураторы, потому что все-таки это их обязанность, да, обучить всех сотрудников, они получают за это деньги. То есть, ну, я, как бы, понимаю, что, как бы, находясь уже легально в Польше, то есть, сменить работодателя или сменить агентство по трудоустройству, в этом нет никакой сложности, да. Потому что, на самом деле, очень многих людей пугает, да, то, что вот я еду на одну вакансию, она мне, например, не очень там нравится, но пока там нет свободных мест на другой. И, как бы, ну, человек не всегда понимает, что, ну, ты можешь приехать на одну вакансию, посмотреть, да, как все происходит, поиметь опыт, получить, да, и уже в последующем сменить работодателя, как бы, ну, это не запрещено законом, пожалуйста, развивайся, двигайся дальше. То есть, ну, в любом случае, мало, наверное, людей тех, которые задерживаются именно на той вакансии, вот они приехали, будут там на ней пять лет работать, это, скорее всего, будет некое исключение. Окей, а что было дальше, скажи, пожалуйста, поработал ты, то есть, на пищевом производстве, дальше у тебя были производства по изготовлению деталей на стиральной машине, какой опыт у тебя имеется еще? Потом, после этого завода, я поехал домой, передохнуть, подумать, хочу ли я обратно, нравится ли мне путешествие. Вообще, человек склонный к тому, чтобы где-то ехать, что-то изучать новое, учиться, учиться еще раз учиться. Появилась возможность не искать работу с Украины, а в тот момент открыли, ну, Украину без виз, я сделал себе биометрический паспорт и по биометрическому паспорту объехал на территорию Польши. Пожив где-то около месяца… На скопленные деньги, да? На свои, как бы… Пожив месяц, поискав работу тоже через агентство, потому что самому, то есть, устроиться прямо к работодателю нет возможности, поскольку есть определенные условия, которые нужно додерживаться. То есть, работодатель не может агцекраевцу просто сделать… Агцекраевцу, агцекраевцу. Да, иностранца просто устроить, потому что нужно третье лицо для оформления документов. Ты сам не можешь пойти оформить какие-то документы и сделать освещение, созволение, то есть, этим все должно квалифицированное лицо заниматься и таким образом все происходит. Крупные предприятия, они просто заключают контракты с агентствами по трудоустройству и порой, как бы, большое предприятие… У них нет даже, скажем так, отдела кадров, куда ты можешь прийти и сказать, я хочу работать, то есть, тебе нужно искать именно агентства, они занимаются именно трудоустройством. На самом деле, вот, например, в России это не очень принято, потому что люди привыкли приходить в отдел кадров и трудоустроиться. Здесь немножечко другая система, но, тем не менее, она ничем не хуже, потому что, например, можно в одном агентстве менять работодателей, то есть, ты просто переходишь с одной должности на другую и, как бы, все документы, все вопросы с документами за тебя решает агентство, да, ты просто уже советуешься, как бы, хочу, там, перейти на другую должность, скажем так. Многие работодатели просто не хотят заниматься вот этими иностранными иммигрантами и документацией их ней. Просто есть специальные агенции для этого, им проще обратиться в агенцию, чтобы та им предоставила на каких-то условиях, условиям, условиям, работника, с которым проще работать. Окей, хорошо, ты прожил месяц и дальше ты начал заниматься поисками работы опять. С чем-то столкнулся? Нет, на протяжении этого месяца вот я искал всю работу. Подыскивал агенцию подходящую, которую думал, чем бы я мог бы здесь заняться, что бы мне подошло. Так как у меня много опыта в Украине, работы в торговле, я решил все попробовать здесь. Но, так сказать, слабым еще с запасом слов. В польском? В польском, окей. В польском был нехти, можно так сказать. Здесь агенция мне также помогла, хоть я приехал по безвизу, агенция мне помогла на протяжении месяца оформить все документы на карту. Сделала мне, так сказать, зазволение. Это, я не помню точно, какая там форма. Зазволение типа А, да? Годовое разрешение. Это даже не годовое, а двухгодовое было зазволение. И по этому зазволению мне открыли карту на два года, в которой я спокойно прожил. То есть, у меня никаких не было переездов через границу домой и обратно. Все было просто, без каких-то задержек. Посмотрели в карту и до свидания счастливого пути. Окей, расскажи о вакансии, о должности, как ты продолжил свой путь? Ты сказал, что это было в торговле. Что конкретно ты делал? Конкретно я начал с того, что меня взяли на отдел овощной, фруктовый и овощной отдел. Я там помогал раскладывать, выкладывать правильно в определенные последовательности овощи и фрукты. Шеф меня учил всегда тоже на работе. Большую часть языка я его учил на работе. То есть, идеально подтянул свой язык. Я уже здесь, на этом месте. Мне очень попался хороший шеф, он такой юморист, конечно. И много учил меня, как правильно выговаривать, какие слова, где, как употреблять. Он меня научил первое, как работать с системой оборота в самом магазине, связанном с центральным складом, как заказывать товар через платформу. То есть, это обязанности уже более серьезные, нежели очень просто раскладка фруктов, да? То есть, это некая карьерная лестница. Он подготавливал меня, как бы, как заместителя отдела. В принципе, мне это немного заняло, где-то около месяца, чтобы уже делать, как бы... Когда он в выходной, занимался его заданиями я такого плана. Я проработал в этой отрасли я три года, поскольку карта у меня была открыта на два года. Потом я еще себе... То есть, они мне сделали зазволение на год. Я поехал домой, в Украину и открыл еще на год себе визу. Потом по приезду я себе поменял место работы, ну, как бы не место работы, а просто... Должность, поменял должность? Да, поменял должность на приемщика товара. Я работал уже с доставщиками, принимал товары, проверял, набивал на коллектор. Этот плик скидывал на компьютер, вводил в систему оборота и закрывал накладную. Окей, зарплата возрастала, то есть, если ты начал просто с того, что ты раскладывал фрукты, а дальше, то есть, ты уже стала заниматься уже работой с какой-то техникой, то есть, какой-то документооборот, то есть, как бы, ну, твоя должность возросла, зарплата твоя возрастала? В этом моменте, как сказать, ну, зависит, на каких условиях ты устраиваешься. Если на умовой операции, то рост материальный присутствует, но когда ты устраиваешься по умовой злоцене, тебе могут компенсировать это, как бы, премиями, добавить тебе время работы, потому что, ну, не каждое предприятие может позволить всем сотрудникам давать большое количество часов. Допустим, когда я только устроился, у меня был очень отличный директор, он давал очень много часов и таким образом я мог все зарабатывать. На самом деле, не везде давить ночью, ну, точно много заработать. Ну, да, то есть, тоже, в принципе, как бы, это не очень для нас принято, но здесь именно все считается по часам, да, то есть, у нас, как бы, в странах СНГ есть какая-то окладывающаяся месяц, ну, ты там работаешь сколько-то часов в неделю, но по часам не все измеряют, а здесь именно по часам, как бы, да, вот сколько ты часов ровно отработал, столько ты получил. Окей, хорошо, а что было дальше? То есть, ну, как бы, ты поднялся с раскладчика товара, дальше у тебя уже чуть поменялась должность, что было дальше? Ты до сих пор работаешь на этой должности или уже нет? Да, в данный момент я, как бы, учусь и мне, как бы, нужен диплом, ну, не только, мне нужно дневное время для учебы, для учебы, чтобы учиться, потому что совмещать вот этот график дневной рабочий и учебу, то после работы ты уставший и, как бы, учиться не очень хочется. Я нашел для себя решение, что можно работать определенное количество часов ночи, то есть, до определенного периода, прийти домой, выспаться и с утра себе начать день, допустим, с изучения какого-то материала. Ну, и, то есть, опять-таки, я поменял работодателя, сейчас занимается моими документами агенция, опять-таки. Работаю я, на данный момент, на умове шкаления, так где-то будет длиться около месяца, потом, если я буду справляться с работой, мне сделать, опять-таки, такие же освещения на полугодичное, потому что, если ты начинаешь только работу, тебе не могут сделать извлением, потому что оно составляется около четырех месяцев. И у тебя будет этот промежуток, когда ты не можешь работать, грубо говоря, в статусе ожидания. Да. А освещение делается на протяжении семи рабочих дней и ты можешь спокойно уже через неделю выйти на работу. Окей, хорошо. А какая должность у тебя будет после того, как, ну, все вопросы с документами будут решены? Вакансия заключалась в том, чтобы убирать эти вагоны в поездах. Окей, тоже немножко другое направление. То есть, как бы, в принципе, вся работа, которая у тебя была, то есть, это как бы, ну, техническое выполнение, да, каких-то обязанностей. И, в принципе, ну, наверное, как бы, очень многие, да, едут сюда для того, чтобы начать работать именно на таких должностях. В последующем, как нам уже рассказал Женя, то есть, можно менять работодателя, можно менять область, да, то есть, можно учиться, можно там, как бы, менять свои квалификации. То есть, это не запрещено законом, это могут делать иностранцы и, конечно же, развиваться и, возможно, двигаться дальше. Вот, в заключение, я хотела тебя спросить, какие у тебя планы, Женя, ты хочешь остаться здесь в Польше или хочешь поехать куда-то дальше? Что ты, как ты видишь себя в будущем? Вот, думаю, после окончания колы я получу свои документы и смогу уже сам, как бы, себя устраивать на работу. Я думаю, найти еще какое-то отличное место для работы. У тебя уже есть язык, у тебя будет уже европейский документ, у тебя уже и знание языка, да, то есть, в принципе, сроки нахождения в стране уже тебя подводят к получению постоянного вида на жительство? Да, я думаю, заняться этим вопросом, открыть себе вид на жительство и развиваться дальше, только развиваться. Окей, планируешься в Польше или поехать куда-то дальше? Посмотрю, не знаю, здесь мне нравится очень, здесь круто. Мне, если честно, поначалу мне как-то не очень нравился язык их книг, но когда я вникнул, выучил его, мне он даже очень понравился, вам скажу. Ну, есть, конечно, планы попробовать себе где-то, не знаю, куда-то поехать. Я всегда мечтал где-то на море, где-то там, где тепло, там немного солнца. Я люблю солнце. Ну, там работать, знаешь, будет неохотно, знаешь, когда кругом солнце, все отдыхают, и ты будешь работать, да, ты будешь думать, ах, как же мне все, мне некучно. Окей, Женя, спасибо большое, что ты уделила нам время, рассказала свою историю, это действительно очень интересно для тех людей, кто хочет попробовать, да, переехать, но при этом испытывает какие-то страхи, ему кажется, да, о том, что это все очень сложно, очень много вопросов, там, да, относительно работодателей, но на самом деле все намного проще, чем вам кажется, поэтому ставьте лайки к этому видео, пишите ваши комментарии, а мы увидимся с вами в других видео на нашем YouTube-канале. Всем пока! Всем пока!